История России, 6 класс, под редакцией Таркунова, параграф 2. Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья. Первые государства на территории нашей страны возникли на берегах Черного моря. В 7-6 веках до н.э. Северное Причерноморье стали активно осваивать греческие мореплаватели. Они искали места для своих поселений и стремились наладить с местными племенами выгодную торговлю. На северном и восточном побережье Черного моря греки основали множество городов, которым принадлежала и окрестная территория. Их называют городами-государствами. Самыми крупными из них были Ольвия, Пантикапи, Херсонес. Это были такие же полисы, какие существовали в Древней Греции. Большую часть населения греческих городов составляли купцы и ремесленники. Ремесленники изготавливали изделия из металла, глины. Купцы привозили из Греции вино, оливковое масло, ремесленные изделия. Местные племена с удовольствием приобретали эти товары, платя за них золотом, зерном и рабами. С северных берегов Черного моря в Афины уходили суда, груженные хлебом и невольниками. Часть жителей греческих городов занимались на прилегающих территориях сельским хозяйством, выращивали виноград, разбивали сады. Греческие переселенцы сохранили на новых местах такой же порядок управления, какой существовал у них на родине. Своих правителей они избирали на народных собраниях. Проживавшие в городах рабы и люди негреческого происхождения в управлении не участвовали. В V веке до н.э. греческие города, расположенные на берегах Керченского пролива, объединились в Боспорское царство. Его столицей стал Пантикапий. Правители Боспора, цари, не выбирались, их власть передавалась по наследству. В IV веке до н.э. боспорское государство включало в себя Керченские и Таманские полуострова и восточные побережья Азовского моря. Жившие здесь племена признали власть Боспора, племенная знать влилась в состав правящих кругов царства. Половину зерна, потреблявшегося в Афинах, привозили из Боспорского царства. Скифское царство. Ближайшими соседями греков в Северном Причерноморье были ираноязычные народы, получившие общее название скифы. Скифские племена делились на скотоводческие и земледельческие. Скотоводы кочевали по степям, их жилищем была кибитка на колесах. Питались скифы-кочевники мясом и молоком. Скифы-земледельцы вели оседлый образ жизни. Для обработки земли они пользовались плугом, который тянули валы. Управлялись скифские племена советом старейшин и вождями, которые выбирались членами племени. Воины и торговля с греками приводили к обогащению племенной верхушки. Скифская знать подражала богатым грекам, использовала труд рабов, окружала себя разнообразными предметами роскоши. Скифы почитали своих предков, у них существовал особый порядок погребения умерших. Когда умирал знатный скиф, то убивали его жену, слуг лошадей и вместе с золотыми кубками, амфорами, украшениями, оружием и другими дорогими вещами клали в могилу умершего. Сверху могилы засыпали огромным курганом. Через год по покойнику устраивали поминки, убивали лучших коней и их трупы, прикрепив на колья, расставляли вокруг кургана. Земля скифов привлекала многих завоевателей. Для того, чтобы противостоять захватчикам, скифские племена объединились. По главе союза стал вождь самого сильного племени, который стал называть себя царем. Так в Северном Причерноморье появилось еще одно государство – Скифское царство. С IV века до н.э. оно занимало территорию от Дуная до степной части Крыма. Столизой скифского царства стал Неаполь-Скифский вблизи нынешнего Симферополя. Упадок причерноморских государств. На рубеже III-II веков до н.э. в пределы скифского государства вторглись кочевые и ранъязычные племена сарматов, обитавшие ранее в степях к востоку от Дона. В состав сарматских племен входили эраксоланы, жившие на юге Восточноевропейской степи, а также аланы – предки современных осетин. Во II веке до н.э. скифы, заключив союз с эраксоланами, начали наступление на греческий город-государство Херсонес. Однако оно оказалось неудачным. Вскоре скифское царство и греческие города-государства были завоеваны могущественным царем государства Понт, располагавшегося в Малой Азии. В I веке до н.э. царь Понта Митридат VI Евпатор потерпел поражение от Римской республики. Окруженный врагами, царь покончил с собой на горе, которая расположена на территории современного города Керчь, и с тех пор называется горой Митридат. Большинство греческих городов перешли под власть Рима. В Северном Причерноморье постепенно распространяется христианство. В конце III века н.э. в Северное Причерноморье вторглись германские племена Готов, ранее обитавшие на южном побережье Балтийского моря. Господство Готов было недолгим. Во второй половине IV века Готский союз племен был разгромлен тюркоязычными кочевниками-гунами, хлынувшими на запад из степей Приуралья. Нашествие гунов сопровождалось страшными погромами и убийствами. Они нанесли окончательный удар по греческим городам на Черноморском побережье. Сохранился лишь Херсонес. Так закончилась античная эпоха в Северном Причерноморье. Великое переселение народов. Период с IV по VII века включительно стал переломным в истории Евразии. Пришли в движение многочисленные племена и народы. Историки до сих пор спорят о причинах стремительного перемещения огромных масс населения. Главной из них считается начавшееся похолодание, заставившее кочевников, обитавших в степной зоне, искать более благоприятные места проживания. Их внимание привлекали богатые и удобные для жизни страны с мягким климатом. В середине IV века до Европы донеслись известия о нашествии гунов. Несколько веков гуны воевали с Китаем, защищаясь от их набегов, китайцы построили крупнейшее сооружение в мировой истории – Великую Китайскую стену. И вот теперь гуны устремились на запад. Захватив обширное пространство в Восточной и Центральной Европы, они создали свое государство, достигшее расцвета при вожде Аттиле. Ему платили дань римские императоры. После смерти Аттилы его держава распалась, а остатки гунов были вытеснены в Северное Причерноморье. Нашествие гунов подтолкнуло к переселениям и другие народы. Началось великое переселение народов. Его наиболее значимыми последствиями стали падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Дербент Одним из самых древних городов не только России, но и мира является Дербент. Первое упоминание о нем относится к VI веку до н.э. В начале IV века н.э. многие жители этого города приняли христианство, и Дербент стал одним из первых христианских центров на современной территории нашей страны. Дербент был не только городом развитого ремесла, но и одним из важнейших на Каспийском море центров торговли. С V века город превратился в мощную крепость, которая стала преградой для нашествий как с север на юг, так и с юга на север. Позже жители Дербента приняли ислам, и поныне в городе сохранилась самая старая мечеть в России. Тюркский каганат Воинственные кочевники-тюрки первыми в Центральной Азии освоили мощное оружие конника – саблю, изобрели железные стремена, позволявшие уверенно держаться в седле и стрелять из лука. На огромном пространстве от Монголии до Волги они создали свое государство – Тюркский каганат. Это было одно из самых крупных государств в мировой истории. Главе этого государства Хакану или Кагану – хану ханов подчинялись правители всех племен, вошедших в его состав – ханы. В начале VII века Тюркский каганат распался. Хазарский каганат В VII веке в Нижнем Поволжье тюркоязычные хазары создали свое государство – хазарский каганат. Они постепенно подчинили себе многие кочевые и земледельческие племена, населявшие Северный Кавказ, Приазовье, а также степные и лесостепные территории Восточной Европы вплоть до Днепра. Жители подчиненных территорий платили кагану дань. Многие хазары постепенно меняли кочевой быт на оседлый. Они предпочитали теперь жить не в кибитках, а в городах, в которые превращались в крупные кочевые стоянки. С наступлением весны хазары выгоняли в степь стада овец и лошадей, а глубокой осенью возвращались к городской жизни. Со временем в Дельте-Волге хазарские правители построили свою столицу – город Итиль. Он стал крупнейшим в Восточной Европе ремесленным и торговым центром. Хазары долгое время были язычниками, но в VIII веке правители Каганата и многие знатные люди приняли иудаизм. Великая Булгария В VII веке у тюркоязычных булгар возникло государство Великая Булгария. Оно занимало территорию от Кубани до Днепра. Потерпев поражение от хазар, часть булгар перебралась на Дунай и смешалась там с местным населением. На Балканском полуострове возникло государство Болгария. Другая часть булгар переселилась в Среднее Поволжье. В районе, где Кама впадает в Волгу, булгары подчинили себе местные племена. В IX веке здесь возникла Волжская Булгария. Булгары, расселившись в лесной полосе, перешли к оседлому образу жизни, перенимая у местного населения приемы земледелия. Поначалу Волжская Булгария была небольшим государством, зависевшим от хазар. В дальнейшем она усилилась, ее правители распространили свою власть на всю Среднюю, а позже и Нижнюю Волгу. Под влияние волжских булгар попали башкирские племена, жившие на Южном Урале. На левом берегу Волги, при впадении в нее реки Казанки, была основана крепость Казань, защищавшая северо-западные границы Булгарии. В 922 году официальной религией государства стал ислам. Первой столицей был город Булгар. Жители лесной полосы Восточной Европы. К северу от степей лежала широкая полоса лесов. Жители лесных районов не имели прямых контактов с античными государствами. Поэтому распад первобытного общества протекал в лесной полосе медленнее, чем в степной. Лесной край от Балтийского моря до Уральских гор населяли финно-угорские племена Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва и другие. В лесах на северо-западе нашей страны обитали также племена Балтов. Лесные жители научились добывать железо из болотных руд. Когда в их обиходе появился железный топор, они стали вырубать леса и расчищать почву для занятия земледелием. Но суровый климат не позволял получать большие урожаи. Поэтому жители лесных районов сочетали земледелие со скотоводством, охотой, собирательством и рыбной ловлей. Долгими холодными зимами люди занимались домашним ремеслом. Мужчины изготавливали различную утварь из дерева и бересты. Женщины ткали, шили одежду, вышивали. У многих племен высокого уровня развития достигли гончарное и кузнечное ремесла. Обитатели лесов жили в полуземлянках. Недалеко от поселений строились защищенные рвами и земляными валами городища. Сюда в случае опасности пригоняли животных, переносили зерно и другое имущество рода. Фино-угры поклонялись духам, живущим в лесах, на болотах, водоемах. Особым влиянием у них пользовались волхвы, чародеи, которые, как считали, общались с небесными силами, умели творить заклинания, предсказывать будущее. Балты обожествляли силы природы, почитали животных и священные дубы. Главным божеством у них считался бог грома Перкунь. Подведем итоги. В древности на территории нашей страны образовалось несколько государств. Они были созданы народами, которые принадлежали к разным языковым семьям, занимались земледелием или скотоводством, исповедовали различные религии. Первыми государствами на территории современной России были античные города-государства Северного Причерноморья. Великое переселение народов привело к значительному изменению карты мира.